Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Мы, как обычно, с вами на этой площадке собираемся для того, чтобы проанализировать то, что произошло, понять, почему те или иные события происходят именно сейчас и какие события будут происходить в будущем, а самое главное, как они повлияют на нашу с вами жизнь. Для того, чтобы это оценить, проанализировать, правильно расставить акценты, мы приглашаем гостей в нашу студию. Сегодня у нас в гостях Виталий Дикий, журналист. Здравствуйте. Добрый день. Начать наш с вами разговор я бы хотела вот с такого немножко закрученного вопроса, но тем не менее. Последнюю неделю все обсуждают Залужный, Зеленский, Сырский и так далее, это понятно, но тем временем накаляется ситуация в Авдеевке, более того, она становится все более патовой, там остался один путь, по которому можно доехать и все, и скорее всего, ее придется либо оставить, либо она просто падет. Но многие сходятся в том, что теперь за это лично ответственен Зеленский, так как он произвел эти перестановки и так далее. И если Сырский отдаст приказ держаться любой ценой, то, скорее всего, результатом станет котел. И мы уже имели эти примеры в истории, мы помним Дебальцево, мы помним Иловайс. И ситуация станет еще более катастрофичной. Согласны ли вы с этими мнениями? И как вы считаете, в этой всей ситуации есть ли вообще в принципе правильное решение? Ну, наверное, есть, конечно, правильное решение. В случае абсолютной угрозы нужно действовать, наверное, нетривиально. И, наверное, Сырский все-таки поступит именно так. Вы знаете, вот то, что произошло, и сейчас замена главкома ВСУ, это очень важный момент, так как многие в Украине негативно восприняли решение Зеленского. Более того, вот я зашел на Facebook Владимира Александровича просто посмотреть реакцию людей в комментах. Ну, это же можно посидеть. То есть я понимаю, что там боты, там и понятное дело, но я видел там искренние комментарии, крайне негативные, и заявление о том, что отныне Зеленский теперь сам за все несет ответственность. Ну, де-факто так оно и было, конечно же. Но я думаю, что замена главкома – это действительно право верховного главнокомандующего. Как бы к этому мы не относились, как бы мы не наделяли плюсами заложенного, в конце концов, мы не принимаем в этом процессе решение, мы только можем высказаться. Что касается Владимира Александровича, то он хотел это сделать, он как бы к этому подводил. Единственное, что я не понимаю, почему так сильно затянул, но в конце концов решился. Я думаю, что здесь много факторов, но это отдельная тема для отдельного обсуждения. И появился Сырский. Понятно, что сейчас оппоненты Зеленского крайне негативно ему как бы составляют вот этот портфолио, репутацию, они говорят о том, что его якобы войска называют мясником и так далее. Но я думаю, что здесь больше политики в какой-то степени. Мы же понимаем, как поддерживали заложенного те люди, которые себя называют в оппозиции. Это крыло Петра Порошенко и так далее. Так вот, как раз это же крыло активно обливает грязью Сырского, но я бы тоже не спешил бы с выводами. Во-первых, мне всегда не нравилось, что мы настолько идеализировали заложного. Видите ли, в украинском обществе очень хорошо хватают мифы, ими живут, их воссоздают, их как бы наполняют там третьим-пятым дыханием, поэтому я не знаю, что действительно отвечает правде, что нет. По факту у заложенного было очень много проблемных моментов, он и сам это признавал, пытался в западной прессе в интервью оправдывать эти все негативы, или, будем говорить так, действовал на упреждение. То есть он понимал, что с этого ничего не выгорит, поэтому сразу же обозначал все точки и расставлял все на берегу. Это, конечно, не нравилось Владимиру Александровичу, который требовал результат, и он засыклен на результате, потому что от этого результата, и как он его подаст, и как он скормит западным так называемым партнером, зависит активность и интенсификация помощи для Украины. Теперь Сырский. Значит, что касается Сырского, он как бы пока для нас загадка, по большому счету. Единственное, что очевидно, что он человек жесткий. Это крайне негативно может сказаться на процессе мобилизации. Но вот сегодня я обнаружил заявление такого странного типа по фамилии Подоляк, который там как Клюгер. Да, и он, значит, сказал о том, что он очень сильно удивлен. Это, видно, был бросок в сторону уходящего заложного. Мол, миллион мобилизировано во время военных действий, только задействовано всего лишь там до 300 тысяч. Мол, здесь что-то не так, нужно провести аудит военнослужащих. И, мол, эта задача будет положена на действия Сырского. И он должен разобраться, почему же так все происходит. Но я, честно говоря, всегда делил подалека на два. Это тот тип, который нам рассказывал, что у нас не хватит ракет. В смысле у россиян, которые были в Украине. Также там постоянно поддерживал идею, что Путин умрет. Ну, вот этот вот чушь. А Россия распадется. Да, 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 вот уже на грани. Вот этот мусор, который он изрыгал постоянно на телемарафоне, это как бы показывает уровень восприятия меры отношения к народу. Понятно, что это все вранье. И вообще противника нужно как бы переоценивать. Это важный момент. Но ни в коем случае недооценивать. И вот эту чушь украинское общество как бы очень тонко чувствовало. И продолжая чувствовать, и понятно, что на этом зиждется и какой-то негатив вообще по отношению к Владимиру Александровичу Зеленскому и его окружению. То есть очень много вранья, очень много неправды. Очень трудно разобраться обычному человеку. Но у него есть альтернатива. В том числе разные источники, типа там людская молва, да. Кто-то был в эпицентре событий. Он может рассказать детали происходящие, вместо того, что мы можем подживиться, да, по властным телеканалам или там каким-то СМИ. Или, конечно же, интернет. То есть здесь тоже действительно очень много источников. Понятно, не вся она правдивая. Но, по крайней мере, есть альтернатива, и можно как бы пазлы сложить. Так вот, я думаю, что у Сырского, с учитывая его большие проблемные моменты, я надеюсь, что он сделал вывод. Поэтому его политика сейчас будет немного изменена. Так как нам рассказывают, что он настолько жесткий, что не считается с людьми. Думаю, что это отчасти правда. Но все же этот негатив, он масштабируется очень сильно. Но все же Сырский понимает, на какой должности он находится. И, соответственно, будет свою политику военную формировать таким образом, чтобы учесть те ошибки, которые были сделаны. Что касается Авдеевки. Да, это сложный процесс. И, честно говоря, если все настолько критично, то нужно будет подумать, что сделать, чтобы не было котла. И, может быть, перегруппироваться. Но я не военный эксперт. Я думаю, что Сырский примет важные быстрые решения. А вот эти разговоры о том, что он готов положить огромное количество военнослужащих, мне кажется, это определенные политические страшилки. Которые ненавистники Сырского распространяют очень активно. Я хочу сказать, что и при Залужном были ужасные вещи, где погибало огромное и продолжает погибать большое количество военнослужащих в Украине. Поэтому, как-то видите, Залужного они пытаются обходить. Ну, потому что строят с него политического какого-то идола в ближайшее будущее. Хотя я не понимаю, честно, почему к нему такое отношение. Он совсем человек-загадка. И вообще я не представляю, как он будет действовать в политической плоскости. Ну, а что касается Сырского, ну, давайте посмотрим. И по делам его будем судить. В конце концов, он имеет опыт. Опыты негативные, это тоже опыт. И я думаю, что это имеет место в плане формирования своей деятельности в ближайшем будущем на арене боевых действий. Единственное, что маленький нюанс, я уже заканчиваю. Вот вы же видели, да, что приезжала делегация важных генералов там из Бундесвера и так далее. Да, значит, я думаю, что западные партнеры очень долго воспринимали историю с увольнением Залужного и пережевывали, как бы строили какие-то варианты, моделировали ситуации. Но я думаю, что это время, вот мы говорим, там Зеленский затянул. Да, у меня вопрос, почему так долго. Но теперь я понимаю, возможно, они до конца решали вопрос отношения к этим перестановкам именно Запада. Вот приезжала к нам недавно Нуланд, все рассказывают, нет, она этого вопроса не касалась. Но по источникам западной прессы мы прекрасно понимаем, что одна из миссий Нуланд была разобраться в этой сложной системе. А, кстати, если мы вот уже затронули западных партнеров, да, тут же тоже нет какого-то единого мнения. Одни говорят, и одни источники, одни издания писали о том, что Запад категорически против того, чтобы была отставка Залужного, потому что они ему доверяют. И мы видели вот этот пассаж Умерова в сторону Залужного о том, что он вообще в обход Зеленского и Минобороны договаривался, мол, это вообще одна из причин, почему так получилось. Другие источники писали наоборот, что Залужный не слушался советов США о том, как надо вести стратегию, как надо вести боевые действия, о том, что США якобы рекомендовали Украине в одну точку пустить все силы, прорвать фронт по южному направлению. Залужный ослушался, и вот контрнаступление не дало позитивных результатов, и что якобы Америка давила на Украину, чтобы была отставка Залужного, если Украина хочет получать далее помощь и оружие. И тут приводят как доказательство того, чтобы аккурат под увольнение Залужного было голосование в Сенате. Какую версию вам больше верится, какая из них кажется вам более правдоподобной? Давайте обо всем по порядку. Значит, относительно... Разногласий по поводу проведения боевых операций. Я помню эту волну, когда в средствах массовой информации, особенно американских, писали о том, что якобы провал контрнаступления в первую очередь связан с тем, что Залужный ведет самостоятельную игру. Мол, не прислушивается к инициативам военных западных стран, которые координируют и помогают и советуют в плане реализации определенных операций. Но мне кажется, что здесь двойная какая-то игра. Все-таки у нас есть такой секретарь НБУ Данилов. Какое бы к нему отношение ни было, но иногда, когда его приспичат, он что-то может сказать, что похоже на правду. Так вот, помните, когда волна эта начинала набирать обороты, он, однажды отвечая на вопрос журналиста и комментируя ситуацию, сказал, Не хотим типа врать, на самом деле, если бы мы не слушали, то у нас были бы совсем другие сложности. А как раз он прямо обвинил наших западных партнеров, вот этих генералов-консультантов, военных, там от НАТО, от Соединенных Штатов Америки, Ну и от европейских стран, которые якобы принимали неправильные решения в процессе консультации и раздачи советов. И это привело к тому, что мы не имели такой успеха в контрнаступлении. То есть, хороша мысль о послях. Но в данной ситуации, мне кажется, и возмущение, и проявление Залужного было связано с тем, что он был не согласен с вот этими советами, как они считают, дельными процессами, которые предлагают наши коллеги, да, там, по ведению боевых действий. И мне кажется, отсюда, оттуда растут ноги активности Залужного. В этой истории очень сложно разобраться, потому что мы фактически не понимаем, как это все происходит. И мы не понимаем, кто что советует. Я думаю, что военным и политикам, которые связаны с этим процессом, более детально видно процесс переговорных нюансов, связанных с видением боевых действий с западными партнерами, поэтому они делают другие выводы. Но мне кажется, что в данной ситуации, не зря я вспомнил о Данилове, вот мне кажется, в этом процессе он сказал какую-то правду. Потому что после того, как контрнаступление началось, помощь начиналась тихать или скисать постепенно. То есть я так понимаю, что это было связано не только с тем, что там республиканцы, они на то время не так активно себя проявляли, а именно с невосприятием того, потому что те советы были неэффективными для украинских военных, и военная Украина, они вели свою линию. Это не нравилось нашим военным западным партнерам и, возможно, и политикам на Западе, которые начали потихонечку осторожнее относиться к Украине и, в общем-то, высказывать свое мнение в своих собственных СМИ, что Украина не такая покладистая, как они считали. То есть мне кажется, что вот именно такая картина и привела к тому, что у Украины свое мнение, а на Западе у западных военных свое мнение. Но я думаю, что с появлением сырского ситуация изменится. На начале своей каденции правления на высоком посту, я думаю, сырский будет более сговорчив, поэтому сейчас западные партнеры, они будут более лояльны к Украине. Что касается военной помощи, мне кажется, что этот процесс просто вызрел, и я думаю, что это просто очередной этап. Он никак не связан с военными процессами в Украине. В то же время мы видим, что Украина удачно довольно-таки совершает атаки на российские НПЗ. Уже восемь за последнее время, это немало, и многие эксперты сходятся в мысли, что это действительно влияет на работу и уменьшает прибыль Российской Федерации. Но в то же время мы видим, что Россия на эти атаки отвечает ударами по Одессе, ударами по Харькову. Вот сегодня ночью опять утюжили, значит, Харьков дронами Камикадзе. Насколько у нас хватит сил бить вглубь Российской Федерации, наносить вот такие вот удары, учитывая наши возможности и наши силы по состоянию на сейчас? Я не военный эксперт, еще раз вам хочу сказать. Дело в том, что вот недавно приезжал один лидер европейской страны, и он сказал о том, что был очень удивлен, что в Украине очень активно развивается дроновая история. В том числе, сказал один из руководителей Европейского Союза, который был недавно в Украине. Да, эта стратегия в какой-то степени правильная, потому что у нас не хватает обычного вооружения, но при этом война переходит в другую плоскость, и дроны сейчас играют особо важную роль. Единственное, что меня очень сильно удивляет, почему-то решение и вот эта процессия началась только недавно. Почему сразу кабинет министра, военное руководство не приняли решение, а все решили закупать, на этом наживаться, если можно все это, во-первых, организовать здесь. Да, это сложно, да, мне возразят, скажут, что могут разбомбить, но в любом случае, все равно, так или иначе, к этому нужно было прийти. Я думаю, что если бы эта история началась раньше развиваться, ситуация была бы другой, и, соответственно, меньше было бы у нас погибших на фронте. Это в первую очередь. Что касается бомбежки или там атак на российской территории, ну, война есть война, к сожалению, хотим мы, не хотим с этим считаться, но все же они атакуют наши промышленные объекты, они атакуют там инфраструктуру энергетическую. Украина делает обратное, то же самое. То есть это элемент войны, и здесь никуда не деться. Единственное, что разница заключается в размерах нашей страны, да, и в системе достигаемости. Я не говорю там про ПВО, понятно, контрверсию, но что касается России, она очень велика по территории, соответственно, она просто переформатирует, да, свои там энергетические объекты каким-то уровнем, и, соответственно, промышленную, военную инфраструктуру на более дальние расстояния. И тут возникает вопрос, готова ли там Украина доставать через какой-то огромный промежуток территориальный, да, вот эти вот структурные объекты. Так что в любом случае это все элементы войны, и мы должны с этим считаться. В то же время мы видели такую весьма курьезную, со знаком минус абсолютную ситуацию, старший сын Петра Порошенко из Австралии, он выразил возмущение в связи с отставкой залужного и сказал, что он вообще-то возвращаться в Украину не собирается, пока президент Владимир Зеленский. В то же время мы видели уже не единожды историю, как дети депутатов, чиновников, министров, советников некоторых находятся за границей. И в это время эти депутаты, министры, советники очень активно нас убеждают в том, что мобилизация – это долг каждого, о том, что надо отдать свою жизнь за Родину, и это должны понимать все и готовы вступить в эту войну в любой момент. Как вы считаете, после переназначения заложенного Насырского мы увидим детей высокопоставленных чиновников в очередях в ТЦК, в том числе, возможно, детей военных некоторых, военного руководства. А если же этого не случится, тогда о какой справедливости мы можем говорить, о какой мобилизации, да, и почему тогда у людей возникнет вопрос, почему мы должны быть мобилизованы, почему мы должны поставить свою жизнь на паузу и пойти воевать за страну. А вот дети высокопоставленных людей могут сказать, а я вот не вернусь в страну, потому что вот это такая моя политическая позиция, вот так я думаю. Ну, слушайте, я хочу вам сказать, что это было и не только до сегодняшнего дня, это последние годы, сколько идет война, это все прослеживалось. Ну, что я могу сказать? Мрази мразями. Это единственное, что можно высказаться. Знаете, вот эти мрази, которые нас убеждают в том, что обычно люди должны идти воевать, а они все забронированы, и их дети находятся за границей, это еще раз показывает о том, что Черчилль был прав. Может быть, я ошибаюсь, но он, по-моему, говорил, если дети власти не воюют, то значит, это не война, а бизнес. Понимаете ли, сословность общества, в котором мы живем, она стала особо показательной. Более того, это все приведет к серьезным процессам. Видите ли, как только будет очередное обострение, я думаю, что терпеть долго народ не будет. Более того, после 20 мая я вообще считаю, что ситуация может крайне измениться в средине страны, но это отдельная тема для отдельного разговора, мы как-то об этом поговорим. Ну, а что касается такого поведения, представляете, люди забронированы, они понимают, что на фронт они не попадут, по определению, конечно, можно изрыгать мусор со всех телеканалов, которые обслуживают власть и средства массовой информации, о том, что обычным холопам нужно идти воевать. Более того, они же рассказывают и принимают законы, которые усложняют жизнь большинству украинцев, если практически не всему украинству, а украинскому народу. Но себя они не беспокоят. Я вот смотрел интересное интервью одного чела, ну, влиятельного, одного из педологов, и он выставил маленький фрагмент выступления Юлии Тимошенко. Еще раз говорю, это ни в коем случае не пиар для нее, она там где-то тиковала закон о мобилизации, говорила очень важные вещи, в том числе о процессе, что некоторые не воюют, только заливают, а все остальные как бы должны идти. И в это время показывали Стефанчука, который сидел и просто на все лицо ржал над этим всем, учитывая, что он глава Верховного Совета, более того, если 20 мая там Зеленский по какой-то причине, ну, по крайней мере, да, какие-то могут быть инстинформации, то при любом раскладе это второе лицо будет временно руководить страной, то есть брание следующего президента. Это яркий показатель, какие свиньи сейчас у власти, как они себя ведут, как они, в общем-то, наживаются на войне, как это все происходит. Поэтому, честно говоря, это, будем говорить так, лакмусовая бумажка. К сожалению, он может так сказать. Война – это лакмусовая бумажка. То есть видно, кто что из себя представляет. Я считаю, что вот эта вся мерзость должна после выборов пропасть, если они, конечно, будут. Хотя, честно говоря, у меня есть сомнения, потому что, видите ли, эти люди, которые пришли во власть, они убиваются ею, они понимают свою безнаказанность и как бы абсолютную разнузданность, они будут за эту власть держаться, как клещи до последнего. И это будет серьезная проблема в плане нагнетания ненависти в украинском обществе. Они сейчас списывают все на войну и прикрываются защитой отечества. Но на самом деле их дети находятся за границей, их семьи находятся тоже за границей. Да, они не имеют никаких перспектив попасть на эту войну, потому что эти друзья зарабатывают бабки здесь, даже во время войны наживаются. Туда отправляют, покупают дома, квартиры, в общем, создают себе любые условия для того, чтобы там хорошо себя чувствовать. То есть вы поняли, да, здесь они зарабатывают деньги, обдирая как бы людей, я имею в виду налогами, тут же есть пассажиры, которые любят стричь гусей. При этом, насколько я помню, появилась информация, что у одного такого инициатора, оказывается, большого любителя Украины, во Франции находится семья, и в том числе в США, и они уже давно, несмотря на его заявление о большой любви к Украине, давно уже там практически ассимилировались. Не хочу назвать фамилию, но это мерзкая история. Вот в такой гадости мы сейчас живем. Если бы была такая история, как в Израиле, то есть когда политическая элита показала собственным примером, как их дети уходят на войну, как они сами бросают свои посты и идут защищать родину, знаете, как бы к ним не относились, даже если они совсем там кончены, но если они так поступают, это бы, ну, не знаю, прорастало бы в душе у меня, например, какое-то уважение. То есть, несмотря ни на что, человек решился, потому что он государственный деятель. Так написано, по крайней мере, про многих ребят, которые полные были. Они там государственные деятели. Вы поняли? То есть, смысл заключается в том, что они себя считают государственными деятелями. Не политиканами, как я считаю. Вот если бы не показали своим примером, я думаю, отношение в обществе даже к мобилизации совершенно изменилось. Если бы не показали, что те, кто ворует на крови, на войне, садятся в тюрьму, и при том без разговоров, без всяких там проблем в плане понимания, а жесткий ответ на жесткие действия, я думаю, это тоже бы очень сильно хорошо повлияло на отношение к власти обычных украинцев. А когда человека, которого обвиняют в воровстве только на первом старте от полтора миллиарда гривен, отпускают под домашний арест с каким-то там недоделанным пластиковым браслетом, вот, это меня как бы не воодушевляет, мягко говоря, чтобы не использовать другую нецензурную лексику. Вот это мне напоминает старистского пьесу, да, «За двумя зайцами», там говорилось, «Секлеты Пилипановы что-то одно, а мы что-то другое». То есть попал в эту касту, как в Индии, да, и живешь шикарно, несмотря на ситуацию. А тут я же вижу, как интересный момент происходит, какие-то непонятные друзи или какие-то там черти, которые обслуживают офис президента призывного возраста, да, не будучи депутатами, просто какие-то там левые люди, спокойно ездят по заграницам, спокойно фоткают себя, как бы показывают, что они свободны в действиях, в передвижении, а обычному человеку нельзя поехать даже увидеть свою собственную семью, которая уже два года с детьми, там жена пребывает. Вот это меня раздражает, и я этого не понимаю. Да, это очень больная тема для всех нас, потому что, допустим, я задаюсь вопросом, почему через Минкульт выезжает куча блогеров и снимает мне сюжеты из-за границы о том, как там прекрасно живут, или какая там еда, как они там вкусно слушают, в чем ценность этих сюжетов для меня в войне, если я здесь нахожусь, и почему Минкульт подписывает разрешение на выезд с этим людям, да, ну я понимаю, почему они приближенные где-то там к классе, и почему все остальные люди должны сидеть здесь, не имея права действительно, как вы сказали, увидеть свою семью. Это очень большой вопрос, и вот уже два года мы подходим к этой страшной, к сожалению, дате, когда мы находимся в войне, и на фоне этого все сейчас обсуждают интервью Путина Карлсону, Такеру Карлсону, журналисту. К моему большому сожалению, западная аудитория это интервью восприняла, и восприняла с позитивной точки зрения, увидев Путине действительно, ну так чего, он же президент, он же нормальный парень, и все остальное, но вот тут интересный момент, как Арестович, который был советником Офиса Президента, на это отреагировал бывший советник Офиса Президента, я буду постоянно об этом напоминать, потому что это говорит определенным образом о выборе людей в Офис Президента. Сказал о том, что Путин, в принципе, нормальный парень, ну а чего вы от него ожидали, он добивается своих целей теми путями, которыми, вот может, которыми он доступен, надо вообще с ним за стол переговоров садиться. Это обычный хайп, это обычная глупость, это реальное предложение, или Арестович еще какую-то свою игру затеял, которую мы пока не раскусили? Ну, видите ли, если все так разложить по полочкам, то нужно, давайте начнем хорошо с Арестовича, допустим, да, я, честно говоря, не вижу в нем особого, как бы, человека, от которого что-то зависит в каких-то политических процессах, это человек, который там заявил о себе, да, и пытается как-то держать марку, то есть пытаться привлекать в дальнейшем свое внимание, более того, отставленный властью за такие же... простите, пожалуйста, за такие же проблемы, да, понятное дело, как только выкинули на помойку, то нужно, конечно, занимать другую позицию. Очевидно, кто-то, кто финансирует его пребывание в Соединенных Штатах Америки, заинтересован в том, чтобы он постоянно был в медиапространстве, насколько я знаю, у него было несколько попыток там получить какие-то деньги, но это его дело, на самом деле, боже мой, это абсолютно его собственное право на эти все нюансы. Что касается также его заявлений, ну, это его видение, значит, он изменил свою мысль, сначала он там гнал на Путина, вливал его дерьмом, теперь он по-другому на это смотрит, и это очевидно, наверное, в рамках каких-то правил, так что бросать какие-то, я не знаю, там резкости в его сторону нет особого смысла, это наоборот, только пиарит этого человека, и как бы есть причина для обсуждения то, чего он там сказал. В какой-то степени он говорит рациональные вещи, я соглашусь с ним, это правда, я думаю, что и вы это понимаете, да многие это понимают, допустим, мы живем в своей карме, знаете, тут нельзя кое-что говорить, потому что это вызывает особый напряг, более того, у людей большой страх возникает, потому что тенденция закручивания гаек и доминирования полицейского режима, ну это же очевидно, то есть это бросается в глаза, но в общем-то, что касается этого интервью, давайте об этом поговорим, я ждал большего, откровенно вам скажу, но то, что говорил Путин, честно говоря, он уже излагал много раз в своих выступлениях, в своих заявлениях, в своих комментариях, да, есть новое в плане того, что он дает понять Западу, там, давайте договариваться, давайте говорить о большой сделке, то есть я так понимаю, что он намекал на то и говорил, наверное, открыто, что украинский вопрос нужно решать без Украины, потому что Украина отказалась от отстамбульских договоренностей по вине того же Запада, понятно, что у Путина все виноват Запад, ясно, как бы карма, которую он исповедует очень давно, значит, и, конечно же, он пытается там намекнуть Западу, что, мол, пересмотрите свои отношения в этом процессе, давайте заключим большую сделку, там, сделаем, как бы, обрезание в Украине, как он считает, ну, оставив за собой те территории, которые он аннексировал, и тогда будем петь песню по-новому. Я думаю, что это основная мысль. Теперь, что касается самой формы, ну, Дакер Карлсон, это человек, который очень симпатизирует Путину, это было видно по его вопросам, но, кстати, некоторые вопросы, которые он задавал, по-моему, там, четыре или пять вопросов, которые он там задал, или, может быть, три вопроса, четко Путин на них не ответил. Это означает, что Путин, в общем-то, отталкивался не от вопроса, а отталкивался от того, что он хотел сказать. То есть, он использовал интервью, как передать определенную информацию в очередной раз. Это было явно видно, это было понятно, и, наверное, на это и рассчитывал Кремль, общаясь с Такером Карлсоном. Более того, Такер Карлсон, он имеет отношение, насколько мне известно, к крылу республиканцев, поэтому изначально, если даже речь шла о каком-то интервью, и были запросы относительно западных журналистов на проведение таких интервью, предпочтение было отдано именно этому человеку, потому что Такер Карлсон в глазах Кремля воспринимается как конкретный персонаж, связующий звено с верхушкой республиканской партии, то есть Трампом, кандидатом в президенты на выборах 2024 года. То есть что-то новое я не узнал, хотя и рассчитывал, на самом деле, как журналист, как специалист в сфере медиа, и вообще в этой системе, я, конечно же, пристально изучал вот эти моменты, даже пытался найти какую-то там, я не знаю, двойную мысль, какое-то подводное какие-то течение. Но все оказалось очень просто, и понятно, что он излагает историю по своей собственной версии, знаете, как пишут историю победители, так и в России, так и в Украине, вы же видите, что в Украине произошло, как только появилось западное крыло во властях украинского пирога, в прослойках, да, моментально нам начали навязывать историю, та, которая возбудила негативный как бы фактор по отношению центральной Украины и восточной. На это многие спекулировали, делали политические карьеры. Это привело к абсолютному разъединению, и на сегодняшний день, как говорил Кравчук, имеем то, что имеем. Вот если бы этого не было, языкового вопроса, который терроризировали бесконечно, я думаю, ситуация была бы совершенно другая. Более того, внутренние расколы, которые происходили, которые многие называют там революциями, Путин называл это переворотом. Ну, понятно, потому что, я напомню, Россия всегда принимала опальных президентов, и в том числе из Средней Азии, там бывших советских республик, в том числе из Монголии, представляете, то есть всегда была сборником вот этих вот отставленных принудительно руководителей разных стран, то есть они всегда находили там свое утешение и там самореализацию. Поэтому его позиция изначально была понятна. То есть, честно вам скажу, ожидал большего, но то, что я услышал, я уже это знал, это еще раз подтвердило неизменность его введения этих процессов, насколько Соединенные Штаты на это купятся или как они будут проводить свою политику, я не знаю. Многие говорят, что на самом деле, мол, сейчас Путин там сделал первый удар на сторону, мяч перешел американцев и теперь нужно ждать Алаверды от Трампа. Ну, не, конечно, сейчас, не именно сейчас, потому что президент Байден, но как только он станет там после ноября 2024 года президента, то будет такой же позитивный Алаверды. Я очень сильно сомневаюсь, Трамп непредсказуем, непонятен, непрогнозируем, он эпатажен, соответственно, нельзя логично выстроить цепочку его действий. Он может сегодня гореть одно, завтра другое, но в этом и заключается как бы феномен Трампа. Поэтому тема только набирает оборотов, но в любом случае вторая попытка после пресс-конференции, помните, давал Путин пресс-конференцию, он тоже говорил, правда, не называл большой сделкой, но говорил о том, что давайте начнем, и дал месседж Западу, что начнем там взаимоотношения с чистого листа, мол, мы согласны на это дело, и давайте как бы выруливать из проблематики, то теперь он конкретно подтвердил, что, в общем-то, он готов к этой сделке, давайте готовы, если вы, то давайте решать украинский вопрос, но без Украины. Он там очень детально объяснил, почему без Украины, потому что Украина отказалась от стамбульских переговоров, и обвинил, кстати, в этом Запад, то есть он не говорил конкретно кого, но сказал, что именно западный партнер, у нас же тема разгонялась после интервью Арахами, что это именно Борис Джонсон, Бриты, но на самом деле, да, Путин об этом сказал, и он сказал, что другие переговоры будут более жестче, и, конечно же, основная его такая тонкая вот эта вот точка, это, конечно же, никакой перспективы возвращения анонсированных территорий для Украины быть не может, только принимайте статус-кво, но я думаю, что американцы это все понимают, поэтому это подводит нас к чему? Может начаться процесс, который придет к замораживанию этой всей истории, потом длительный, если так произойдет, колоссально длительный период после смены эстеблишмента политического России и Украины, ну, то есть, вот история ФРГ и ГДР и других стран, которые были по определению разделены, это процесс долгоиграющий, дипломатического урегулирования этой всей истории. Насколько это будет реально, насколько это будет возможно? Ну, может быть, мы можем только предполагать, но для Украины это не выход, Владимир Александрович это понимает, поэтому его стратегия будет, наверное, неизменной, а это означает, что война будет очень-очень долгой. Да, особенно учитывая цели, которые были озвучены на 24-й год, там не идет речь ни о завершении войны, ни о победе, ни о чем таком, там просто было бы условлено то, что надо наносить удары врагу, и как можно больше, и как можно больнее. И на этом... Мастерия, ну, обратите внимание, вот есть такой глава, он секретарь НАТО, Североатлантического альянса, Тултенберг, он недавно активно говорил о том, что никаких угроз или там разговоров реальных относительно фактической действительности начала каких-то боевых действий с Россией, ну, НАТО и Россией, то есть он говорил о какой-то войне, нет, и тут буквально через там 2-3 недели он сейчас сделал заявление о том, что все может быть, если Украина падет, в любом случае есть шанс, что будут прямые столкновения между НАТО и Россией. Хотя, напомню, что сначала Медведев, такой бывший президент России, он там вечно комментирует довольно оделозные многие события, он заявил о том, что такой сухопутной войны быть не может быть, сразу ядерный война, Путин, кстати, подтвердил. Это означает, что эта мысль вызрела в каком-то коллективном процессе, и я думаю, что многие в России это дело обжевывают и, соответственно, навязывают Западу. Запад это понимает, поэтому и ответка, которой, говорит Столкенберг, будут якобы готовиться страны НАТО, она тоже должна быть, ну, будем говорить так, адекватной. То есть, в любом случае там этот процесс настраивают для того, чтобы не быть в положении неожидаемости. Кроме того, Путин, видите, в интервью рассказал о Польше. Кстати, Польша очень сильно возмутилась относительно знаний исторических именно Путина. Ну, вот еще раз подчеркиваю, что Путин уже в своей парадигме, и те ребята, которые формируют ему историческую повестку дня, они как бы пытаются услужить и во многом переигрывают, да, то есть, как бы, реальные факты. Так вот, по поводу Польши, Польша активно возбудилась, он там говорил о том, что если Польша сама начнет, то тогда, значит, мы подключимся. Но это все, будем говорить так, повышение градуса. Вообще, Путин очень любит играть на повышение градуса, или, как это сказать, ослабо. Да, да, да. Посмотрим, как это все будет развиваться, но я думаю, что это было не случайным интервью. Вот единственное, что, хоть его посмотрело 100 миллионов, это важный фактор, то есть, огромное количество людей, мне кажется, я ждал чего-то большего, чего-то более конкретного, и чего-то нового. Но этого пока не случилось. В то же время нас волнует вопрос помощи Украине от Соединенных Штатов Америки, потому что это самый большой наш помощедаватель, скажем так, в этой войне. И Байден объявил о том, что у него есть план, в случае чего все нормально, но этот план уже подвергся критике, скажем так, во многих изданиях, экспертной среде и тому подобное. Как вы оцениваете наши шансы на помощь? Это раз. И два, некоторые заголовки даже вышли вот такого рода, допустим, главком пишет, план Байдена это мир с Москвой в обмен на территории Украины, что с этим всем делать? И они объясняют, почему план Байдена это план Путина. Согласны ли вы с этим всем? И в принципе вот эту историю помощь Америке, Байден в сговоре с Путиным и так далее, ее к выборам будут качать сильнее или это не зависит от этого? Да, конечно, к выборам будут качать сильнее. И более того, смотрите, даже в этом интервью Путин сказал о том, что Запад должен прекратить помогать Украине, якобы там Украина пойдет в течение нескольких недель. Ну, это же версия Путина. И даже так интересно намекнул, мол, сейчас вы не даете помощь, это одно из вариантов выполнения этого условия. То есть, так вот, значит, ну, считаем, так зацепил Байдена, да, и зацепил эстеблишмент Соединенных Штатов Америки. Но, кстати, вы знаете, это удивительно, но это может иметь обратный эффект. Я думаю, что когда там все это пережуют, проанализируют и делают выводы, Америка тоже как бы не пасет задних, соответственно, они изменят свои отношения в этом процессе. Но я хочу сказать, что как бы там никто не говорил, такой помощи, как была раньше от Соединенных Штатов у нас не будет, но нам будут давать что-то, чтобы мы просто держались и не упали. Вот, этого будет, конечно, недостаточно, но этого, наверное, должно хватать на то, чтобы оставался такой вот статус-кво. Теперь, интересный момент, вот заявление Трампа кандидата в президенты относительно того, что он там за 24 часа закончит войну, вполне вероятно, но мне тогда интересно вот узнать его вид, если бы я мог понимать, о чем он говорит, на каких условиях. Потому что вот в своем интервью Путин обозначил условия. А вот что касается именно Трампа, это довольно сложная проблематика. Что касается Байдена, ну, Байден, ну, я не хочу называть его хромой уткой. Он на самом деле, посмотрите внимательно, вот у нас рассказывают, что он там совсем, значит, ни на что не годится, что его шансы выиграть, да елогой палки, там на самом деле разница 5% на сегодняшний день. Более того, там нет прямых выборов. Понятно, что Трамп выглядит лидером, это правда. То есть, на самом деле, ну, не надо так уже говорить про Байдена, что он там совсем упал на колени. Вот как у нас, у нас же совсем ребята приходят, да, с процентом, 45-50%, этот товарищ пришел 72%, да? 73. 73, да, ну, там 72 с чем-то. Но в любом случае, вот как они уходят наши, там вообще 3%, 5%, а тут Байден, даже если он и будет уходить, ну, к примеру, да, там, то у него все равно там 40-43% будет. Вот в чем смысл. То есть, это, я бы сказал так, не очень хороший, но и не очень плохой результат. То есть, это означает, что человек имеет определенный уровень доверия. Поэтому сравнивать с нашими странными президентами, которые уходят с минимумом, так же, как и Верховный Совет, там практически с нулями каждый раз уходит. Ну, потому что нет интереса в общих между властью и народом. То есть, вы же понимаете. То есть, они там живут своей жизнью, мы свои. А вот что касается, я говорю про украинскую власть, а что касается именно США, то вполне вероятно, когда придет Трамп к власти, я не знаю, какие условия он может поставить в этом процессе именно россиянам. Ну, в смысле, Кремлю. И вот это будет довольно интересная картина. Так что осталось ждать недолго. Единственное, что дотянет ли Украина. Ну, думаю, что Байден и республиканцы как бы плохо не относились к Украине, хотя они исповедуют, возможно, другие цели. Они все-таки будут как-то подогревать минимально какие-то более-менее нормальные отношения в плане там, чтобы не упали на колени. Но этого будет на данный момент, как они считают, достаточно, а для Украины нет. Поэтому, а сможет ли подпитываться Украина из других источников, это тоже сложный процесс. Видите ли, там решили вопрос о 50 миллиардах в Европейском Союзе. Но тут такая странная история. Европейские аналитики посчитали, сказали, что 2027 года нам не хватит этих 50 миллиардов, нужно нам не менее 70. Насколько Украина будет рационально их использовать и правильно ли? Но мы же знаем, что какая-то часть пропадет, то есть канет в лету. А почему? Потому что у нас есть очень серьезная коррупционная составляющая. Поэтому все зависит от власти и ее политической воли. Я пока в украинских реалиях я не вижу этой политической воли. Я вижу только яркие заявления, но по факту в общем-то все достаточно пагубно. И вот тут разрешу себе добавить, что из этих 50 миллиардов часть из этого это просто кредит, который нам придется еще возвращать. То есть это даже не те деньги, которые нам просто дали. И в то же время ходят слухи о перезапуске Кабмина. Шмыгаль должен вроде как пойти в отставку по закону Украины. Понятно, что тогда распускается весь Кабмин. Если мы говорим о такой сложной ситуации в плане денег, мы понимаем, что распределение и формирование, кстати, бюджета это работа Кабмина. И если мы говорим о том, что Кабмин сейчас будет перезагружен, нам стоит ожидать того, что ситуация ухудшится, улучшится, останется на том же месте или Кабмин в принципе ничего особо не решает и вот эта перестановка этих кроватей, ну и пусть тебе будет. Нет, ну почему? Кабмин по теории вещей и по конституции должен что-то решать. Но у нас как бы единоличная власть, которая очень сильно усиливается, несмотря на окончание или там в общем-то нам видно, что скоро заканчивается каденция, хотя они так не считают. Я еще раз хочу напомнить, что они будут держаться очень активно за эту власть и придумывать разные атмазоны для того, чтобы их не беспокоили. Так вот, дело в том, что все зависит от личности руководителя Кабмина. Вот есть такой феномен Шмыгаля, человек, который на все согласен, совсем не конфликтует ни с кем, то есть абсолютно лояльный, ну такое, знаете, не премьер, а просто, будь говорила, это картинка, да, то есть здесь председатель, и таких Шмыгалей можно понаходить огромное количество, они не будут вякать, они будут просто все поддерживать, везде одобряем, поднимать руку, вот, инициативы они не рождают, то есть только когда придавят, то есть когда уже это находится на слуху общества, тогда там Кабмина что-то реагирует, принимает какие-то решения, он с большим опозданием, иногда даже с глупыми формулировками, но это такая, будем говорить, такая данность людей, те, которые как бы никогда не имели большого опыта в политике, хозяйстве, в они, ну в смысле в хозяйской, в хозяйстве, простите, что сложно поговорить, то есть в хозяйственной деятельности, то есть для них это все очень сложно, они все-таки начинают с нуля, поэтому они не готовы, это такой уровень сегодняшнего украинского политикума, особенно чиновников, как правило, чиновники это те люди, которые по партийной линии дышали в затылок, очень лояльные, очень, значит, исполнительные, вот таких подтягивают, а людей толковых, профессиональных, которые находятся не в партии власти, а могут находиться, да, там и по другую сторону баррикады, чтобы там подумать и создать какое-то коалиционное правительство, во-первых, было бы легче даже Зеленскому делить ответственность, это раз, а во-вторых, как бы, когда все сидят и смотрят на своего лидера и боятся даже там что-то сказать, безропотно, молча, выполняют все, что там сверху спустят, да еще главное, наверное, уж не от Зеленского, а от офиса президента, то понятно, что это те люди, которые называются статистами, но не хочу дальше продолжать эту тему, но неэффективность работы Кабинета министров, ну, это очевидно, сейчас речь идет о том, что хотят поменять, ну, один из кандидатов это Ермак, кстати, вот интересный момент, начали говорить о том, что, а почему бы Ермака, он все равно, как бы, исполняет должность вице-президента, в любом случае, может быть, он на это купится, но я не знаю, пойдет ли сам Ермак, по-моему, его все устраивает, тем более, при таком президенте быть вторым, это даже, мне кажется, лучше порой быть первым, даже в такой ситуации, то есть, ты вроде второй, но, в общем-то, от тебя зависит все, ты тут начинаешь, как бы, заобкатывать песню, какую ты любишь, в любое время, и все должны быть по стронке, что касается Маркаровой, да, ну, вот есть шанс у Маркаровой, сейчас тоже активно об этом судачат, и более того, американские партнеры, в первую очередь, да, особенно финсистема американская, она очень контактирует с Маркаровой, тем более, Маркарова бывший министр финансов, более того, она, я так понимаю, очень дружественна с определенными кругами, в том числе, там, и в республиканской партии, и в демократической, как бы стаяния, то есть в любом случае она имеет перспективы, и еще, в отличие от Ермака, есть один прикольный момент, на который стоит обратить внимание, у нас же, вы знаете, ни одного назначения, без ключевого назначения, без согласования с хозяевами, или там, с нашими западными партнерами, не происходит, а еще самое интересное, что они имеют право давить, то есть они будут говорить, ребята, мы хотим видеть этого, нам спокойней, нам приходится покупаться, а если вы не купитесь на это дело, мы вам урежем газ, помните, как говорила Марлюкова, вот так вот происходит и сейчас, то есть если они будут настаивать, и будут понимать, пока шмагали их удовлетворяют, ну, насколько я понимаю, является компромиссом между Зеленским и западными партнерами, как только эта вся история скиснет, то, соответственно, они будут давить и назначать у нас тут, Маркарову, как вариант, что касается Ермака, это отдельная песня, но вполне вероятно, если об этом говорят в СМИ, я, правда, не понимаю, все-таки, почему он должен согласиться, но то, что обсуждается в СМИ, тоже может быть определенный вариант. В общем, я думаю, в скором времени мы с вами об этом обязательно узнаем, и тогда мы поймем, какая из наших суждений с вами была верна. Спасибо вам большое за разговор, Виталий Дикий, журналист, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете нас, комментируете, смотрите наши видео, обязательно подпишитесь, если вдруг вы этого еще не сделали, мы с вами увидимся в следующих наших эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя. Спасибо большое, спасибо за приглашение, если вы не против, Анастасия, я напомню, у меня есть YouTube-канал Дики Лайф, там приходят интересные ребята, интересные люди, они, в общем-то, анализируют происходящую ситуацию, я думаю, что это будет вам полезным, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на мой YouTube-канал Дики Лайф. Спасибо и до встречи. Спасибо большое, до свидания.